Добро пожаловать на наш онлайн интенсив по цветокоррекции видео в DaVinci Resolve Меня зовут Виталий Бужан, я профессиональный колорист, это в прошлом Сейчас преподаватель DaVinci Resolve и ваш ментор на время прохождения данного курса Чему вы здесь научитесь? Если бы мне нужно было выделить одну самую главную вещь, которую вы здесь получите То, чего желают 99% новичков, которые изучают цветокоррекцию видео Это правильный естественный тон кожи Но это получится не просто так Для этого нужно будет изучить все остальные техники, которые мы вам покажем в данном интенсиве Кроме этого, мы с вами изучим Conform Conform это то, когда вы затягиваете монтаж, который творился где угодно Даже в After Effects, хотя сомневаюсь В примере Final Cut и так далее и тому подобное Когда вам нужно затянуть это все дело в DaVinci Покрасить и, может быть, вывести обратно Хотя о вывести обратно мы в этом случае говорить не будем Во всяком случае не будем застрять на этом внимания Дальше разберем с вами структуру нот Что как раз таки позволит вам получать этот магический тон кожи Пройдемся по матчингу Это еще одна, наверное, боль начинающих, ну может быть даже не новичков А тех, кто уже работает с цветом, как эффективно матчить шоты и делать так Чтобы ваш проект выглядел как один целостный проект с одним общим цветом Дальше мы с вами создадим небольшой лук на основе лутов Немного поработаем с лутами И как бонус мы с вами рассмотрим несколько техник по работе с HLG Hybrid Log Gamma Если вы не знаете, то Hybrid Log Gamma Это один из стандартов HDR Не будем углубляться в эту тему Но в принципе это достаточно свежая гамма Которая сейчас появляется в большинстве полупрофессиональных камер И позволяет вам избавиться от таких древних форматов И профилей типа S-Log, которые жутко шумят Кстати, вот это видео мы сейчас снимаем на нашу камеру Sony A7 III В Hybrid Log Gamma И у нас в профиле настроен HLG 3 Окей, об этом чуть попозже поговорим Для того, чтобы данный интенсив оказался для вас максимально эффективным У нас есть несколько правил, которые вам желательно следовать Первое — это посмотрите все уроки до конца Второе — посмотрите в той же последовательности, в которой они вам представлены И третье — старайтесь Вообще-то это необходимо практиковаться параллельно со мной Тогда вы максимально усвоите всю информацию И сможете дальше уже экспериментировать И применять те знания, которые мы вам здесь даем На своих проектах, на своем материале К слову о практике То есть мой опыт, как я начал свое путешествие в индустрию цветокоррекции видео Я начал сразу с практики Потому что я занимался компьютерной графикой И меня попросили покрасить проект От чего я отказался Но мне предложили 500 баксов После чего я второй раз уже не отказывался, согласился Вот так я пришел в цветокоррекцию И получается, что учился в основном на практике Поэтому я всегда за то, чтобы была практика 80%, 90% практики И только, наверное, 10% теории И, может быть, чтение мануала Хотя, может быть, в большинстве случаев я против мануала Хорошо Я могу вечность рассказывать о том, как я стал колористом DaVinci Resolve Но вместо этого давайте лучше посмотрим некоторые мои работы Субтитры создавал DimaTorzok Окей, на этой вдохновляющей нотке мы переходим к следующему уроку В котором мы поговорим о процессе, который называется Conform Субтитры создавал DimaTorzok